Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своём канале! Мне 39 лет почти, а на самом деле я не скажу, сколько мне лет. У меня на одном сайте всё постоянно интересуется, когда у меня день рождения. Я теперь никому не буду говорить, когда у меня день рождения. Возможно, мне 39 лет, возможно, 40, а возможно, 35. А только зрители, которые давно на моём канале знают, сколько мне лет. Так вот, мне, скажем так, в районе, в районе, скажем так, 39 лет. Вот таким образом я выгляжу, поэтому я начала запись этого видео непосредственно близко с камерой. Могла бы я выглядеть лучше? Ну, конечно, бы могла, если бы тональный крем нанесла. Вот здесь бы консилер, тональный крем выровняла бы цвет лица, была бы такая у меня фарфоровая кукольная кожа. К тому же, если бы сегодня был не дождливый день, а солнечный, многие знают, какая белая кожа может быть, если не прямые солнечные лучи. У меня из макияжа накрашены брови, и в Роше прикупила себе гель для бровей, и также у меня накрашены ресницы, подведены губы. Я часто получаю в комментариях вопрос, я на почему только губы подводите, а не красите. Я часто облизываю, я вообще не люблю, чтобы внутрь меня какая-то химия попадала, поэтому, в общем-то, я и просто подвожу губы, а помаду использую крайне-крайне редко, потому что это все химия, это все для нас не полезно. Итак, я получаю все больше и больше комментариев. Большое спасибо всем зрительницам от меня лично, ну и также, я думаю, гипотетически большое спасибо от всех тех зрительниц, для которых подобные комментарии будут очень и очень полезны. Вообще, я поняла такую интересную вещь, что любого блогера его очень легко дискредитировать. Можно написать в комментариях, я делала так-то, как вы посоветовали, и это не работает. И на самом деле люди, которые вот просто первичную информацию получают из видео, потом заходят в комментарии, могут прочитать такой отзыв, а не всегда он, кстати, правдивый. И, в общем-то, ну не сделать то, что рекомендует блогер, потому что блогер это человек, который прежде всего делится своим собственным опытом информации, которую он пропустил через себя. По крайней мере, именно так должно быть на поприще блогерства. Так вот, я получила два очень интересных комментария. Один комментарий был очень длинный, за что большое спасибо, именно поэтому я решила это видео записать. И вот другой комментарий буквально на днях. Оба комментария были от скриншотины, от скрин, сделан скрин. Единственное, что с первого комментария я потеряла скрин, потому что очень много про коронавирус я сейчас снимаю, все это тоже делаю через скрин и потом удаляюсь. По всей видимости, удалила вот тот прекрасный комментарий. О чем был тот комментарий? О том, что зрительница посмотрела несколько моих видео, где я настоятельно рекомендую отказаться от косметики и рассказываю о своем опыте, что на данный момент я на человека, который уже 8 лет не пользуется никакой косметикой, никакой. Я не умываюсь при помощи химически созданных промышленным способом умываний. У меня нет тоника, я не использую никакой уход, ни сыворотки, ни крем. Я не использую даже, о боже, живя в солнечной Италии, я не использую даже никакой солнцезащитный крем. Солнцезащитный крем не касается моего лица. Последние 4 года совершенно точно. Несмотря на то, что каждое лето мы выезжаем на море, я провожу примерно 2,5 месяца непосредственно у моря, под солнцем, и много раз рассказывала, что единственный способ, каким я защищаю свое лицо, это широкополая шляпа. Так вот, комментарий был очень интересный. Яна, я решила попробовать. И вот эти комментарии оба, они очень схожи. В том, что касается первых двух недель. Первые, после поистечения первых двух недель, когда наша кожа освобождается от чего? Прежде всего, она освобождается от силиконов. Она начинает очень сильно шелушиться. Почему? Потому что силиконы, в чем их проблема? Помимо того, что там закупориваются опоры, кожа, так скажем, не дышит, она не совершает те обменные процессы, которые должна совершать, силиконы приглаживают нам чешуйки кожи. Когда мы перестаем пользоваться кремами, а в любом креме современном содержатся силиконы, именно поэтому мы получаем такую красивую кожу, наша кожа получает возможность наконец-то освободиться от того, от чего она не может освободиться, зачастую годами. В особенности, если мы не делаем корректно пилинги, корректно не делаем очищения. А даже если мы делаем пилинги, кожа должна отдыхать. У кожи должны быть какие-нибудь два месяца детокса в течение года. Соответственно, мы получаем шелушащуюся кожу. Если вдруг мы отказываемся от крема, внимание, это очень важно понимать, все, опять же, любят пройтись по этому моему отоплению, по моей экономии. Ребята, то, что у меня нет отопления в квартире, позволяет мне иметь здоровых детей, они у меня закаленные. Самое главное, мы должны знать, как мамы, что очень пересушенный воздух, он является травмирующим для нашей слизистой, в том, что касается слизистой носа. И гораздо легче получить любую вирусную инфекцию, если вот здесь баланс у нас нарушен. А постоянное проветривание, помимо того, что позволяет держать ту влажность, которая должна быть у нас в квартирах, где нет отопления, либо где есть минимальное отопление. И, соответственно, постоянное проветривание, оно вообще, помимо того, что понижает температуру в нашей квартире, оно также все-таки способствует тому, что мы не болеем. И, кстати, у меня есть очень интересное видео на канале об экологической чистоте внутри дома. Мы даже часто не подозреваем, что наклеив обои, порисовав красками, мы получаем огромную, огромную концентрацию определенных веществ, которые для нас не полезны для нашего здоровья, уж не говоря, а просто для красоты кожи. Поэтому проветривать – это очень-очень важно. Так вот, еще многие проходятся по температурному режиму в моей квартире. Могу вам сказать, что вам будет легче отказаться от кремов, если вы выходите, если речь идет о России, если вы выходите на весенний и на летний период, потому что в России очень часто центральное отопление, невозможно отрегулировать температуру внутри помещения, и очень часто действительно холодно, без отопления невозможно жить. Самое главное – без отопления невозможно жить в общественном транспорте и в своей собственной машине, если мы говорим о регионах России, а это очень сушит кожу. Так вот, если вы откажетесь от крема, от использования уходовой косметики, выходя на зимний и на холодный период, вам будет очень сложно, вы увидите такой ужасный эффект, что вы действительно вернетесь снова к кремам. Так вот, зрительницы отмечают, те, кто отказываются, о шелушении. И очень был интересен этот комментарий, который не сохранился, где зрительница сказала, Яна, я решила вообще все бросить, потому что ужасно у меня кожа получилась, не работает этот прием. Говорит, ну только потому, что я человек усердный, упорный, я дала себе месяц на отказ от крема, а именно столько, среднестатистически, на мой взгляд, и должен занимать отказ от косметики. Соответственно, говорит, я решила все-таки этот месяц подождать, и вот после двух недель стало лучше. После двух недель стало то, о чем вы говорите, то есть я в своих видео. Кожа нормализуется, цвет лица, прыщики уходят, цвет лица улучшается, поры сужаются, а что еще? А, лицо не блестит, как блин, написала мне моя зрительница. Это действительно так. Я рассказывала, как у меня раньше была, так называемая, очень выраженная Т-зона. Дорогие зрительницы, сложно поверить, но, на мой взгляд, это факт. Нет сухой кожи и нет жирной кожи, нет смешанной кожи, есть только нормальная кожа. Все остальное, что мы имеем, мы имеем потому, что мы наносим на себя то, что, возможно, наносить не стоит. Вот. Поэтому я очень-очень хочу обратиться к зрительнице, если вдруг она это видео посмотрит, которое оставила мне длинный комментарий, я бы его скопировала и сюда бы вставила, и под видео бы вставила в качестве описания, но я даже не помню, под каким видео оно было оставлено. Потому что очень часто, большое спасибо зрителям, они вот какое-то видео хаотично смотрят, и под ним пишут мне комментарии, отзывы, которые не относятся к тематике того видео, но я их получаю, я их читаю. Соответственно, если вы потрудитесь копировать сюда свой комментарий, я лично вам буду очень признательна, и я думаю, что многие зрительницы так же. Я не агитирую отказываться от кремов, на самом деле, я не агитирую ни от чего отказываться, ни от молочной продукции, ни от мяса. Я просто рассказываю в своих видео о том, что случилось со мной. Я делюсь своим опытом, прежде всего, об этом. Не просто мой канал, любой блогерский канал, он изначально должен быть, и, на мой взгляд, он должен оставаться, как прежде всего, некий информационный портал, где человек делится своим опытом, который может быть интересен для определенного количества аудитории, и который, внимание, не всей аудитории может быть принят. Кто-то после этого видео, я совершенно точно знаю, решит отказаться, по крайней мере, попробовать от косметики, а кто-то просто послушает эту информацию, возьмет ее к размышлению, возможно, воспользуются ею через какие-нибудь 2-3 года, возможно, кто-то из моих юных зрительниц, когда родит ребенка, столкнется с необходимостью отказаться от всего, как произошло в моем случае. Я много раз рассказывала, что отказалась от косметики, потому что я родила второго ребенка, и, кстати, я отказалась от косметики, когда было лето, было очень жарко, я ничего на себя не мазала, и это к тому, что мне было легче отказаться, возможно, выходя на отопительный сезон, мне было бы сложнее отказаться от уходовой косметики, но это произошло совершенно случайно, было очень жарко, я не видела никакого смысла все это на себя мазать, а потом все это с тебя стекает, но самое главное, новорожденный ребенок, он не позволен, забирал все мое время, соответственно, я совершенно естественным образом отказалась, поэтому кто-то воспользуется этой информацией сейчас, кто-то через 2 года, кто-то вообще не воспользуется, и, возможно, так оно и должно быть. Желаю всем выглядеть моложе своих лет, вы знаете, я чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что, конечно, можно быть очень гордой и независимой, и говорить, да вообще все это не для меня, я на свой возраст выгляжу и прекрасно старею, но могу вам сказать, в общем-то, когда ты выглядишь хорошо, настроение твое, в общем-то, оно получше. Желаю всем выглядеть моложе своих лет. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok